Здравствуйте дорогие друзья! На предыдущем занятии мы с вами увидели, как можно с нуля создавать свои слои модели, используя базу классы LR и Model пакета KERS, официального бэкэнда Tetherflow. Однако для описания стандартных архитектур нейронных сетей, в KERS уже существуют предопределенные классы для слоев. Это следующие классы. Dense полносвязанный слой формирует. Вот такие вот классы для сверочных слоев. Эти классы образуют так называемые транспонированные, то есть обратные сверочные слои. Следующие классы это рекурентные слои, потом множество вспомогательных слоев, ну и многие другие. Подробнее о них можно почитать в официальной документации, ссылка на нее будет под этим видео. А также имеются предопределенные классы для создания моделей. В первую очередь это конечно Model, о котором мы немножко говорили с вами уже. И второй класс Sequential, который строит последовательная модель нейронной сети. О них также подробнее можно почитать вот по этой ссылке. Некоторые из этих классов мы с вами уже рассматривали в курсе нейронной сети. Если вы его не смотрели, то рекомендую ознакомиться. Ссылка на нее также будет под этим видео. Я не буду здесь повторяться и рассказывать о классах слоев Керос. Применение их вполне очевидно, и даже если вы впервые о них слышите, то из примеров станет ясно, как они используются при конструировании нейронных сетей. Итак, часто архитектура нейронных сетей описывается как последовательность слоев. И именно для такой архитектуры хорошо подходит вот этот вот класс Sequential. Он как раз позволяет достаточно просто описывать вот такую вот модель нейронных сетей. Давайте на конкретном примере посмотрим, как с помощью этого класса можно описать вот такую вот модель. Конечно, это лишь пример. Количество слоев, общее количество слоев нейронной сети может быть сколько угодно большим. Но мы возьмем вот такую вот простую модель, которая состоит из трех слоев, как говорят. Вот этот вот входной слой, далее скрытый слой, ну и выходной слой. Вначале вот здесь вот мы импортируем необходимые зависимости, которые нам пригодятся на этом занятии. Ну, а далее воспользуемся вот этим вот классом Sequential. И вот здесь вот в списке укажем те слои, которые должны присутствовать в нашей нервной сети. Причем вот этот вот первый слой, он будет, естественно, первым, то есть первым скрытым слоем. А вот этот вот следующий слой, он будет выходным, потому что он последний. То есть слои формируются последовательно. Вот в том порядке, в котором мы их здесь записали, так они и будут идти друг за другом. В действительности вот эта вот модель эквивалентна вот такой. Если мы определим два независимых слоя, а затем пропуская некий входной TensorX сначала через первый слой, а потом через второй, мы как раз и получаем вот такую вот последовательную модель нейронной сети. Класс Sequential, он лишь предоставляет удобство и некоторый дополнительный функционал при работе с моделью. В частности, у этого класса есть вот такое свойство, Layers, который позволяет вывести список всех слоев, которые присутствуют в нашей модели. Давайте запустим программу и посмотрим, что мы увидим в консоли. Действительно, видим вот здесь вот первый слой, а здесь вот идет у нас второй слой. И более никаких слоев нету. То есть вот как раз вот эти вот два полносвязных слоя, что мы определили в модели, мы здесь видим и в консоли. Кроме того, вот с помощью такого метода POP мы можем удалить последний слой из нашей модели. Опять же, если выполним программу, то увидим уже в списке только один слой. То есть вот этот вот первый слой Dense со 128 нейронами. А потом можем добавить какой-нибудь другой слой. Допустим, пятью нейронами и линейные функции активации. Опять же, если выполним программу, то увидим снова два слоя, но вот этот вот последний слой у нас с вами заменился. Соответственно, используя этот вот метод ADD, мы можем создать вот эту вот последовательную модель нейронной сети следующим образом. В начале просто определить экземпляр этого класса sequential, а затем уже с помощью метода ADD добавить необходимые слои. Ну, допустим, здесь будет слой из 128 нейронов и функции активации relu, а следующий слой мы возьмем из 10 нейронов и функции активации softmax. При этом каждому слою мы можем задать свое имя, которое будет использоваться при отображении служебной информации о модели. Имя задается с помощью такого вот параметра name, ну и, соответственно, пишется имя слоя. Давайте вот здесь напишем layer1, а здесь layer2, вот так вот. Далее, мы можем через вот эту вот коллекцию layers, как вы уже догадались, обратиться к конкретному слою, вот, допустим, вот к первому. И у этого слоя будет набор определенных свойств и методов, то есть, если поставить здесь точку, то вот здесь они все перечислены. В частности, есть вот такое вот свойство weights, которое содержит список настраиваемых параметров, то есть весовых коэффициентов. Если мы к нему сейчас обратимся, посмотрим, какие весовые коэффициенты присутствуют в этом первом слое, то увидим пустой список. Вот, выполнилась программа, видим пустой список. Это связано с тем, что до момента подачи входного сигнала вот на вход этой нейронной сети весовые коэффициенты еще не были сформированы. Здесь все работает по аналогии с нашим классом из предыдущего занятия, dance layer, в котором был определен метод build для создания начальных значений весовых коэффициентов. Вот эти слои работают по аналогии. Пока мы на вход не подойдем к конкретной тензор с конкретной размерностью, вот эти вот весовые коэффициенты, они не формируются. Давайте в качестве примера пропустим через нашу модель некий входной вектор x, который будет иметь размерность 1 на 20. То есть вот эта вот единичка – это размер мини-батча. То есть мы будем подавать всего одно наблюдение. А 20 – это число элементов, число входов, которые подаем уже непосредственно на нейронную сеть. Далее пропускаем этот тензор через нашу модель, ну и на выходе получаем какое-то значение. Вот после того, как мы выполним вот эту операцию, то есть через модель пропустим конкретный тензор, у нас вот здесь вот появятся конкретные веса. Давайте опять же запустим эту программу и в этом убедимся. Да, мы видим, что у нас появились веса. Это вот для смещений, а это уже непосредственно весовые коэффициенты, которые были провинциализированы случайным образом. Мало того, если мы хотим посмотреть веса для всей модели, то соответственно обращаемся к свойству weights уже модели. Ну и если запустим программу, то все эти веса мы здесь вот в консоли с вами и увидим. А чтобы посмотреть структуру этой модели, используется такой вот метод summary. Опять же, если запустить программу, то мы увидим структуру модели, которая представлена вот в таком вот виде. То есть у нас вот здесь вот идет первый слой. Обратите внимание на имя. Layer 1. Это как раз то имя, которое мы здесь с вами и прописали, когда создавали вот эту вот модель. Вот она. Layer 1. И здесь оно фигурирует. Layer 1. То же самое для выходного слоя. Layer 2. И здесь вот приведено общее количество весовых коэффициентов. То есть они определяются так. Вот это вот 128 умножается на 20, на входную размерность, и прибавляется еще 128 для смещений. То есть если мы посчитаем это все, то у нас как раз вот это вот получится. 128 умножаем на 20 и плюс 128. 2688. Как раз это мы здесь и видим. Ну и по аналогии, количество весовых коэффициентов определяется и для выходного слоя. Всего видим параметров 3978. Необучаемых из них 0. То есть обучаются все. Вот так вот с помощью метода summary можно посмотреть структуру сформированной модели нейронной сети. Помимо функциональных слоев, в Keras существуют еще вспомогательные слои. И один из них определяется с помощью вот такого класса input. Как вы уже догадались, этот слой служит для описания формы входных данных. То есть если модель не имеет этого слоя, то размерность входного вектора устанавливается по входному тензору при первом вызове. Как мы это только что с вами видели. Вот здесь вот мы пропустили вот этот вот тензор через модель, и только после этого появились веса. Но если явно указать размерность входных данных через класс input, то модель сети строится сразу, с начальным набором весов. Например, в такой вот модели класс input устанавливает размерность входного тензора равной 20 элементам. Это означает, что на вход этой сети следует подавать данные вот в таком вот формате. Batch size, а размер входных данных 20. Обратите внимание, что вот эта вот первая размерность здесь явно не прописывается. Она добавляется автоматически. То есть вот этот вот размер мини-батча, по которому производится расчет градиентов и оптимизация весовых коэффициентов. Поэтому указывая только 20, на самом деле мы получаем тензор, который должен иметь размерность, размер батча, ну и количество входных данных. Именно поэтому здесь входной тензор и задан вот в такой размерности. Ну, давайте уберем вот эти вот строчки, а в консоль выведем весовые коэффициенты, которые вот здесь вот у нас должны быть с вами сформированы. Опять же, запустим эту программу, и смотрите, что у нас получится. У нас с вами в консоли вывелись все весовые коэффициенты, которые присутствуют в нашей модели. То есть благодаря вот этому вот входному слою у нас весовые коэффициенты были сформированы сразу. Также следует иметь в виду, что вот в такой коллекции Layers у нас будет по-прежнему всего два слоя. То есть если мы опять же запустим программу, то увидим вот здесь вот два слоя. Вот первый слой и вот второй слой. Вот этот вот входной слой, он как бы служебный, он нефункциональный. Поэтому непосредственно в модели он не присутствует. Вообще в данном случае вместо вот этого вот отдельного слоя можем поступить проще. Вот у этого первого слоя Dance указать вот такой вот параметр, Input Shape, и соответственно передать размеры входных данных. Пусть это будет 784. Ну и кроме того, мы здесь пропишем с вами имена этих слоев. Вот этот вот первый слой пусть он называется Hidden1, потому что это будет скрытый слой, и он единственный. Ну а имя вот этого вот выходного слоя мы запишем как Output. Разумеется, вот такой вот параметр Input Shape допустим задавать только у первого слоя в последовательной модели. И на практике рекомендуется всегда заранее прописывать размерности входного тензора, чтобы избежать возможных ошибок при подаче на вход какого-то другого сигнала, другой размерности. Давайте теперь посмотрим, как можно обучить вот такую вот модель. Ну она обучается абсолютно так же, как и любая другая модель в Керц. Но тем не менее, как пример я здесь приведу. Значит вот здесь, вот вместо вот этого вот принта, мы сформируем обучающие и тестовые данные. Мы это делали много раз на предыдущих занятиях, поэтому я просто приведу вот здесь вот этот фрагмент кода. То есть из базы MNIST мы здесь загружаем рукописные цифры, нормируем, преобразовываем вот к этому вот виду, 784. Ну и соответственно преобразуем выходы в список ванхот-векторов. Далее, чтобы обучить вот эту вот модель и распознавать рукописные цифры, достаточно вызвать такой вот метод compile, где мы прописываем оптимизатор, функцию потерь и метрику. Ну а далее достаточно вызвать метод fit для обучения уже непосредственно этой модели. Значит на вход мы передаем обучающие данные. Это вход, это требуемый выход, размер батча и количество эпох. Запустим эту программу и убедимся, что все действительно работает. Значит пошел процесс обучения, идет достаточно быстро. Сейчас пройдет 5 эпох и соответственно мы получим обученную нейронную сеть. То есть качество распознавания на обучающей выборке мы получили 98%. На тестовой будет немножко меньше 97% и мы с вами это уже видели. Давайте теперь на основе последовательной модели сформируем немного более сложную модель, которая будет иметь один вход, но два выхода. По одному от каждого слоя. Вот такое преобразование легко выполнить с помощью другого общего класса моделей Model. При создании его экземпляра достаточно вот для этой уже сформированной ранее модели нейронной сети указать требуемые входы и требуемые выходы. В нашем конкретном случае это можно сделать так. Перейдем сюда вот в программу и вот здесь вот мы создадим модель, которую зовем Model X, который будет состоять из входа, который соответствует вот этой вот модели. То есть по сути дела вход будет абсолютно тем же самым. А в качестве выходов мы возьмем все выходы из наших слоев. То есть у нас два слоя, скрытый и выходной. И вот как раз список выходов будет соответствовать списку выходов от каждого из этих слоев. Причем обратите внимание, мы это делаем после обучения вот этой вот первой модели. В результате вот эта вот несколько модифицированная модель будет содержать те же самые слои и те же самые весовые коэффициенты, что и исходная модель Model. Так как здесь вот меняется лишь конфигурация входов и выходов, но не создается модель заново. То есть обе модели будут ссылаться на одну и ту же архитектуру нейронной сети. И благодаря этому мы можем обучать любую из них, а затем использовать обе как обученный вариант нейронной сети. Иногда это бывает очень полезно. В качестве маленького эксперимента давайте создадим вот эту вот модель непосредственно после последовательной вот этой вот модели, а затем мы обучаем вот эту вот первую. То есть вторая модель будет тоже обучена. И чтобы нам в этом убедиться, мы через вот эту вот обученную модель пропустим первое тестовое изображение. Ну и соответственно посмотрим, чему будут равны выходы на вот этой вот второй модели и на первой модели. Давайте запустим эту программу. Сейчас пройдет сначала процесс обучения. Подождем немножко. А после обучения у нас пропускается входное изображение. И для вот этой вот второй модели мы здесь видим, во-первых, выходы для вот этого вот скрытого слоя. То есть мы видим здесь 128 значений со скрытого слоя. Вот они. И еще 10 значений с выходного слоя. Вот. Вот это вот 10 значений для второй модели. А это 10 значений для первой модели. Как видите, вот эти вот числа здесь и здесь полностью совпадают. Это вот как раз и говорит о том, что обе эти модели используют одну и ту же нейронную сеть. Только реализуют ее несколько по-разному. Конечно, вот здесь вот мы можем указать всего один выход. Например, тот же самый последний. Для этого достаточно обратиться к модели, взять из этого списка последний слой, ну и соответственно указать output. Все, у нас получилась модель с тем же самым входом и тем же самым выходом, что и вот эта вот первая модель. То есть обе модели теперь стали эквивалентны. А если вот здесь вот вместо последнего слоя указать первый скрытый, то получим урезанный вариант исходной модели. У нас останутся только вот эти вот два слоя. В качестве выхода мы указали вот этот вот скрытый. В качестве входа мы используем тот же самый вход. И соответственно в модели остается, по сути дела, вот этот вот один слой. Вот этот вот слой отбрасывается, потому что он идет за этим выходом. И он нам как бы не нужен. Поэтому он автоматически отбрасывается. И в модели остаются только вот эти вот два слоя. Входной и как бы скрытый. Но на самом деле он уже выходной для нашей модели. Мы в этом легко можем убедиться, если вызовем такой вот метод summary для этой модели и посмотрим структуру вот этой вот нейронной сети. Ну и чтобы вот дальше процесс обучения у нас не запускался, я здесь поставлю вот такую команду, пропишу команду exit. Запустим эту программу и посмотрим на структуру нашей модели. Действительно, здесь фигурирует всего один вот этот вот полносвязный слой dense со 128 нейронами. Ну и как бы вот один такой вот входной слой размерностью 784 элемента. А если вот здесь вот нам прописать выходной слой, я это сделаю следующим образом. Обращусь к этому выходному слою по имени. Для этого пропишу параметр name. Ну и укажу имя этого выходного слоя output. Ну а затем свойство output. Вот так вот. То есть мы можем обращаться к слоям не только по индексу, но и по их именам. Что иногда бывает очень удобно. Давайте посмотрим, какая теперь будет модель нейронной сети. Значит опять же запустим эту программу. И смотрите, у нас здесь как бы три слоя. Вот этот вот первый входной, но он как бы служебный. И два полносвязных. Hidden 1 и output. То есть модель нейронной сети вот здесь вот полностью соответствует вот этой вот исходной последовательной модели. Далее. Пакет Keras позволяет весьма гибко создавать и обучать нейронной сети. Например, мы можем расширить вот эту вот первую модель, добавив в нее еще один полносвязный слой. И сделаем это следующим образом. Значит, вот эту вот модель, которую у нас здесь представлены, я уберу. Далее мы обучаем вот эту вот первую модель для распознавания рукописных цифр. А вот здесь вот ниже мы создадим еще одну модель на основе вот этой вот первой, используя тот же самый класс Sequential. То есть видите, мы можем строить модель на основе другой. Здесь используется вложенная модель. То есть вот эту вот модель следует воспринимать как вложенную модель. Это будет здесь вот как бы один слой. Слой, представленный полноценной моделью нейронной сети. И к этому слою мы добавляем еще один полносвязный слой. Причем вот эта вот модель, она не обязательно должна соответствовать вот этой вот последовательной архитектуре. Архитектура вот этой вот вложенной модели может быть любой. Но разумеется, мы к ней далее последовательно добавляем еще один вот такой вот полносвязный слой. Давайте теперь обучим вот эту вот модель То есть, по сути дела, вот этот вот один-единственный слой Потому что вот эта вот модель у нас уже обучена И нам бы не хотелось ее обучать второй раз Это делается следующим образом Вот здесь вот ниже мы пропишем вот такое вот свойство triangle И установим у него значение false Тем самым будем говорить, что весовые коэффициенты вот у этой модели Не следует обучать После этого пропишем вот такой вот метод compile Ну, не обязательно после этого Этот метод compile можно прописать в любом месте Главное, чтобы вот эта вот строчка шла до обучения вот этой вот второй модели Model X То есть, вот здесь вот в процессе обучения будет обучаться всего один вот этот вот второй слой Давайте посмотрим, как это будет работать Запустим программу У нас вначале будет обучаться первая модель Пройдет пять эпох А далее, после пятой эпохи, запустится обучение уже вот этой вот второй модели То есть, здесь будет обучаться вот этот вот последний слой Причем, обратите внимание время обучения вот у этой второй модели вот она примерно 593 миллисекунды а время обучения вот этот первый модель составляла 652 миллисекунды то есть немножко меньше этот как раз благодаря тому что мы не всю модель обучали а только последний слой конечно у нас вот здесь вот показатель качества получился не очень хороший но я здесь хотел показать лишь пример того как можно создавать вложенные модели и до обучать их мало того мы можем вот в этой первой модели которую же обучили указать не все веса необучаемые а только веса строго определенного слоя для этого мы обращаемся к нужному слою ну и соответственно его тоже есть такое же свойство train ball и устанавливаем его также в значение false ну а вот эту строчку можно убрать в этом случае у нас будут необучаемая только веса первого слоя то есть скрытого слоя а все остальные весовые коэффициенты вот здесь вот будут уже подбираться и обучаться надеюсь вот из этого занятия вы стали лучше понимать как конструируются последовательные модели в керос как они модифицируются и обучаются